В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. С вами Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главная тема выпуска. В Видновской детской школе искусств прошла учебная эвакуация. Внимание всем! Проводится учебная тренировка. Приближается профессиональный праздник работников жилищно-коммунального хозяйства. Ездим по центральным пунктам, всегда проверяем, налаживаем оборудование. Торговый центр 918 продолжает завоевывать симпатии видновчан. Мы живем в Видном уже третий год и ждали, когда откроется именно этот торговый центр. Учебная эвакуация прошла сегодня в Видновской детской школе искусств. По легенде, взрывное устройство было заложено на территории учебного заведения. Для обезвреживания задействовали различные службы, в том числе Росгвардию и полицию. Слово Татьяне Брыловой. Видновская детская школа искусств – один из самых важных стратегических объектов муниципалитета. С утра здесь, конечно, более-менее тихо, но все-таки в школе есть и педагоги, и дети. Скажите, пожалуйста, сколько сейчас детей и сколько взрослых в школе? Ну, на данный момент девять детей и шестнадцать взрослых, в том числе пять преподавателей. К учебным тревогам здесь привыкли. В рамках школы они проводятся несколько раз в год. Поэтому известие о якобы минировании объекта было принято спокойно. Но реакция оказалась мгновенной. Внимание всем! Проводится учебная тренировка. Всем немедленно покинуть здание школы через ближайший к вам аварийный выход. Обнаружив предмет, похожий на взрывное устройство, сотрудники охранного предприятия, дежурившие в школе, тут же оцепили место. А в то же время вовсю уже шла эвакуация людей из здания. Чем хороша наша школа искусств? По проекту у нас шестнадцать аукционных выходов. То есть с каждого этажа можно оперативно покинуть помещение. За процессом внимательно наблюдали члены комиссии, глядя на часы и записывая показания. Первыми прибыли бойцы Росгвардии, следом группа быстрого реагирования и сотрудники полиции с собакой, которая тщательно изучила территорию, обнюхала подозрительный предмет и дала знать – предмет безопасен, муляж. Но по правилам сотрудник полиции с собакой обходит всю территорию, чтобы быть уверенным – она безопасна. Товарищ полковник при обследовании территории ВВВУ не обнаружил. Есть, свободно. Оперативные службы свободны, а члены комиссии подводят итоги, разбирают ошибки. Каждый сотрудник отрабатывает навык, умение и быстроту реагирования на конкретную ситуацию. В данной ситуации задачи были выполнены. Поставленная цель обнаружения и эвакуация людей была произведена вовремя. Основные действия были правильные, но тем не менее не обошлось без отдельных замечаний в адрес руководства школы, в адрес ЧОПа, который находится в школе, и в адрес наших служб, в частности, скорой помощи. Это единственная из оперативных служб, которая не прибыла по тревоге. Ну а опыт, полученный на данных учениях, будет тщательно изучен, чтобы в последующем не допускать ошибок. Ведь в ДШИ обучается порядка 500 ребят. А во время концертов количество человек в здании увеличивается вдвое. Их труд сложно назвать легким. Здесь нет ни капли романтики, но без чуткого контроля этих людей невозможно представить себе жизнь современного города. 15 марта в нашей стране свой профессиональный праздник отметят работники жилищно-коммунального хозяйства. Один из них стал героем нашего сюжета. Его рабочий день начинается в 8 утра. Артем Березовский занимается ремонтом и обслуживанием центральных тепловых сетей и пунктов в городе Витне уже 10 лет. В его подчинении 12 человек, в основном слесари и сварщики. Люди обходят все колодцы в городе. И выявление утечек в тепловых камерах, если есть вода, они докладывают мне. Ездим по центральным тепловым пунктам, всегда проверяем, налаживаем оборудование. И все, поддерживаем в рабочем состоянии. Все ТЦП в городе проверяют практически каждый день, следя за давлением, смотрят, правильно ли работает оборудование. Рабочее давление 7 килограмм показано красное. Если ниже, мы приезжаем, уже проверяем, где у нас утечка на трассе. Также следят за работой автоматики, которая в зависимости от погодных условий настраивает нужную температуру воды в батареях. Клапан, который регулирует уже температуру непосредственно подачи теплоносителя от котельной на бойлер. И он закрывается. Если на улице температура большая, ну плюс, то он прикрывает этот клапан. И подача теплоносителя уже снижается. Городские колодцы Артем Березовский и его коллеги проверяют два раза в неделю. Если в них сухо, все в порядке. Если же камера подтоплена, значит, где-то произошла утечка. В ходе осмотра колодцев у дома 2, корпус 4 по проспекту Ленинского комсомола нарушений выявлено не было. Камера сухая, утечек нет. Проводится еженедельно, два раза в неделю обход. Мы проверили, нет утечек. Приступаем к проверке следующей камеры. Артему Березовскому его работа нравится. Признается, да, труд нелегкий, но необходимый. Всего же над тем, чтобы в домах города Видное была горячая вода и отопление, трудится более 60 человек. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого. Сеть магазинов «Эльдорадо» в конце прошлого года отчиталась об открытии своей 500-й торговой точки на территории России. Одна из них уже больше полугода работает в торговом центре «Курс» города Видное. За это время магазин посетили более 60 тысяч человек. Чем же он так привлекателен для покупателей, узнаем из репортажа Максима Козлова. По количеству всевозможных акций, бонусов и скидок сеть «Эльдорадо» легко может дать фору любым другим продавцам бытовой техники и сопутствующих товаров. Вот и сейчас лицо рекламных компаний бренда Вадим Галыгин недвусмысленно указывает на то, что покупатели, пришедшие сегодня в магазин, имеют все шансы получить дополнительную скидку на товар в 1000 рублей. В период с 10 по 16 марта при оформлении виртуальной карты клиенту начисляются 1000 акционных бонусных баллов. Этим акционным бонусным баллом можно потратить 30% от стоимости товара. Несмотря на то, что карта виртуальная и потрогать ее никак невозможно, баллы на нее зачисляются самые настоящие, а каждый балл равен 1 рублю. Иными словами, в эти дни, купив что-то, к примеру, за 4000 рублей, вы заплатите только 3, остальное спишется с виртуальной карты. Способов получить виртуальную карту «Эльдорадо» немало, но самый простой из них – сотовый телефон. Многие пользуются приложением «Кошелек», который позволяет хранить многочисленные карточки различных магазинов. Именно в него мы и заходим и в поисковой строке вводим «Эльдорадо». Вот у нас появилась эта карточка. Нажимаем на нее, соответственно, кнопка «Выпустить». Все, что вам нужно, чтобы получить карту, это ввести свой телефон и придумать какой-нибудь пароль. И скидка на 1000 рублей у вас в кармане. Впрочем, очень многие, особенно люди старшего возраста, с мобильным интернетом, что называется, на «Вы». Не беда. Придя в «Эльдорадо», можете быть уверены, что без виртуальной карточки, а значит и скидки в 1000 рублей, вы не останетесь. Мы вводим мобильный телефон в нашу кассовую программу, отдаем человеку вот такую анкету, в которой он заполняет свои личные данные, ему свой мобильный телефон, и уже у него образуется виртуальная карта, которая прикрепляется к его мобильному телефону. Еще один способ получить виртуальную карточку – на сайте магазина «Эльдорадо». Ведь мы помним, что она привязывается к номеру телефона, а значит, все, что вам нужно, иметь свой мобильный гаджет под рукой, как, например, вот у этого покупателя. Как можно увидеть, процесс весьма быстрый и простой. Кстати, если в магазине не оказалось нужной вам модели, продавцы помогут сделать покупку через интернет, и вы также сможете воспользоваться бонусными баллами с виртуальной карты. Впрочем, и в «Эльдорадо» на Советской улице есть из чего выбрать. Здесь представлено более 5000 наименований товаров. Теперь и с дополнительной скидкой. Максим Козлов, Александр Логинов, Видное ТВ. Торговый центр «Галерея-918» продолжает завоевывать любовь видновчан. В минувшие выходные в нем прошла развлекательная программа для детей. Пока дети играли, их родители успели оценить недавно открытые магазины. Подробности в нашем следующем сюжете. Торговый центр «Галерея-918» открылся совсем недавно, но уже успел завоевать любовь видновчан. Взрослые здесь могут прогуляться по магазинам, а дети поучаствуют в интересной и увлекательной игровой программе. Кстати, праздники здесь празднуют с размахом. Три! Раз, два, два! Отлично! В путешествие с героями мультфильма «Аладдин» смогли отправиться юные посетители торгово-развлекательного центра «Галерея-918». Как замечают гости, эта программа не первая, и таким праздником они действительно рады. Слежу за событиями, как открываются магазины, какие мероприятия проводятся здесь. Очень много на каждый праздник, и на Новый год были хорошие мероприятия, интересные. Во время программы гости могли угоститься лимонадом, а представительниц прекрасного пола ждал небольшой сюрприз. Всем посетительницам «Галереи-918» дарили тюльпаны. Людей в праздничные выходные было много. Торговый центр пользуется популярностью, ведь ждали его долго. Мы живем в Видном уже третий год, и ждали, когда откроется именно этот торговый центр. Очень понравился, красиво и удобно. Все доступно. Сейчас много магазинов открывается. Будем сюда почаще наедываться. Сходить в кино, в кафе или в магазин – этим вопросом задались многие гости «Галереи-918», ведь здесь открылось сразу несколько новых торговых точек. Кто-то уже успел посетить популярные магазины «Кропы Сенсей» на первом этаже торгово-развлекательного центра. Я второй раз тут, и вот как раз наткнулась на открытие «Сенсей». Очень довольна. Выбор большой. Цена нормальная, хорошая. В торговом центре «Галереи-918» становится все больше возможностей для шопинга. На первом этаже ждут гостей салон «Миловица», магазин «Козий Хом», в котором можно найти все для дома, и «Спортландия». Видновчане могут закупиться в «Мироторге», а новые принадлежности для кухни легко найти в магазине «Фрисман». А представительницы прекрасного пола остались довольны открытой недавно подружкой. «Литуаль» был открыт сначала, вроде как, ну, я ходила, а подружку потом открыли, мы все время здесь ходим, в кинотеатр потом. Закупившись, многие посетители идут на фудкорт, где тоже произошли изменения. По пути они встречают открывшуюся кофейню «Мафия Донатс», а на третьем этаже – гастротеку, где можно посидеть с семьей или друзьями в уютной обстановке. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Местное отделение общественной организации «Союз женщин в Подмосковье» в этом году отмечает 15-летие со дня основания. В Видновской детской школе искусств прошел концерт органной музыки, приуроченный к этому событию. На мероприятии побывала наша съемочная группа. Сюжет Натальи Буслаевой. Концерт органной музыки – это первое мероприятие в череде юбилейных торжеств, приуроченных к 15-летию со дня создания местного отделения общественной организации «Союз женщин в Подмосковье». В Видновской детской школе искусств собрались представители объединения, а также их друзья и единомышленники. Мы любим этот инструмент, и это действительно инструмент, который поражает своей мощью, своим звучанием, своим разнообразием. Ну, в общем-то, где-то, если так вот я сейчас, у меня мысль родилась, звучание этого инструмента созвучно разнообразной деятельности нашей организации. Елена Ястребова возглавляет организацию уже 13 лет. Она рассказала, что основная задача их работы – создать комфортные условия для работы и досуга участниц коллектива. На сегодняшний день «Союз женщин в Подмосковье» в нашем муниципалитете объединяет 115 активных видновчанок и жительниц других поселений городского округа. «Деятельность, она у нас какая была? Сначала все-таки какую-то помощь могли помочь. Люди-то же разные приходят, бабушки, дедушки бывают. Ну, дедушек нет, в основном женщины, да. А женщины, те, которые больше уже ушли на пенсию, то так организовывались, так сказать, старались вместе быть, друг другу помочь чем-то. Да и так отдохнуть. Это тоже чай попить, поехать в какой-то театр». «Вокруг Баха» – так называлась концертная программа в исполнении лауреата международных конкурсов органной музыки Натальи Летюк. Для зрителей прозвучали самые яркие произведения, созданные великим композитором, а также его последователями. В перерывах между выступлениями Наталья познакомила собравшихся с интересными фактами из биографии Иоганна Себастьяна Баха. «Памилию Баха можно назвать нотами Б-А-Ц-Х. На этот знак многие композиторы писали свои сочинения, таким образом запечатлев имя Баха в памяти в своих произведениях». А 17 марта состоится юбилейное мероприятие общественной организации. Оно пройдет в Центральной районной библиотеке. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.